Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я вообще испытываю какую-то особенную нежность по отношению ко всяческим органайзерам, таск-менеджерам и прочим приложениям, которые структурируют работу человека или организации. Не знаю почему, возможно потому что застал еще то время, когда этого не было и в организациях был бумажный документооборот. А процессы вели с помощью справок, отчетов и распоряжений. А в личной жизни рулили блокноты и стикеры на мониторе. Хотя это уже был продвинутый уровень. Evernote, во-первых, не дорогой, а временами и вовсе бесплатно. Ну то есть на бесплатном тарифе дается 60 мегабайт под заметки в месяц и если не загружать сюда много фоток, аудио и так далее, а возможность такая тут есть, то этого в принципе должно хватать. И во-вторых, он полностью русифицирован, в отличии например от Notion.so, о котором я делал недавно скринкаст. Ссылка в описании. Так вот Evernote русифицирован и запредельно прост. В Notion все-таки нужно еще поразбираться. Наверное Evernote сложно использовать как Task Manager или CRM, хотя потенциал такой тут есть. Но он все-таки не для этого. А для того, чтобы ежедневные пометки, записи, заметки не раскидывались по разным приложениям, а были собраны в одном месте и ими можно было поделиться с членами команды, если она у вас есть. А вот такие ежедневные мысли. Пример, наверное, не самый удачный. С трудом могу себе представить человека, который каждый день записывает, как прошел день и какие были достижения, но я много чего не могу себе представить из сегодняшней действительности. Ну собственно это Word. Выделяете, удаляете, копируете, вставляете и пишете. Несколько слов о форматировании скажу позже, но сначала о том, для чего собственно нужен Evernote. Да, для создания заметок, как и было заявлено. Но смысл его в том, чтобы эти заметки потом можно было легко найти. Нужен простой алгоритм каталогизации, а для этого, во-первых, вы создаете блокнот и раскладываете записки по блокнотам. Работа кулинарной рецепты машина-рыбалка. Так, это относится к совместному использованию, об этом позже. И во-вторых, добавляете метки, которых может быть очень много. В-третьих, можно добавить какие-то заметки в избранное. И если все это помножить еще и на удобный поиск по разным параметрам, получается, что вы всегда можете найти нужную заметку. Все. Теперь от теории перейдем к практике, и так как я бы советовал Evernote почти всем, постараюсь рассказать подробно и обо всем. Как ни странно, закладка начать, на которую мало кто обращает внимание, здесь внимание заслуживает. Поскольку, кроме курса молодого бойца, тут есть вот эти два пункта, которые добавляют функционала приложению, а действия эти весьма не очевидны. Во-первых, можно установить веб-клипер. Это плагин в браузер, который сильно упрощает жизнь. Можно сказать, что он просто делает принт-скрин и веб-страниц, но там есть дополнительные настройки. В общем, подробно я буду об этом говорить позже, пока просто установим. И во-вторых, можно загрузить десктопное приложение, которое здесь называется синхронизировать устройство. Удобно тем, что можно работать оффлайн, да и вообще, если часто пользоваться оверноут, иметь десктопную версию очень удобно. Она синхронизирована с вебом, а значит вы можете работать из любых мест. С десктопа, из браузера или с мобильного телефона, под который также есть приложение. Вот так выглядит десктопная версия, в принципе мало чем отличается от веба. А так выглядит мобильное приложение. Тоже, в принципе, немного отличий, поэтому я не буду отдельно останавливаться ни на то, ни на другой версии. А вернусь к браузеру и расскажу, наконец, о принципах работы в оверноут. Итак, во-первых, блокноты. Их может быть несколько. Для удобства поиска по заметкам я бы сказал, что их должно быть много. И заводятся они очень просто. Нажатием кнопки новый блокнот. Все. Далее заметки. То, ради чего создан оверноут. Можно выбрать из предустановленных шаблонов. Шаблоны разбиты по коллекциям и категориям. Нельзя сказать, что они очень уж красивые и все прям уж очень нужны. Но некоторые действительно могут пригодиться. Тем более шаблоны не фиксированы и вы можете их уже перенастраивать под себя. Вот мы завели новую запись. Решим, что это какой-то краткосрочный проект и нам достаточно для него 1-2 недель. И в следующем видео уже разберемся с форматированием и другими полезными функциями, которые есть в оверноуте. Каждый раз, когда открываешь подобное приложение, кажется, ну вот именно им-то я и буду теперь пользоваться. А потом открываешь следующее и опять то же самое. Но я пока верен Airtable. Все, любите друг друга и не забывайте записывать случайные мысли. Насколько я знаю, так делали все велики. По меньшей мере те, кого я знаю. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.